Итак, что делать, если у первоклассника не получается совместить свою игру с фонограммой? Во-первых, берем самую простую детскую, например, маленький котенок, и на ней учимся совмещением. Остальные пьесы играем без фонограммы. Значит, теперь, как учимся совмещением? Во-первых, берем пальчик ребенка, включаем фонограмму и начинаем играть его пальчиком. И вместе с ним поем. Маленький котенок и так далее. Вот прямо его пальчиком играем и поем. Он вместе с вами поет. Один-два раза сыграем. Третий раз также начинаем. И в какой-то момент пальчик опускаем, убираем. Но он продолжает при этом играть. Здесь есть два варианта. Либо у него будет получаться, либо не будет. Причем, если у него не будет получаться, то может вот так вот быть. Вот он сначала по инерции продолжает, а потом путается. И как только он запутался, снова пальчик его подхватываем и начинаем играть. Тренируемся. И тренируемся так до тех пор, пока какие-то более-менее построения закончены, уже не начнут у него получаться у самого. Но при этом мы продолжаем с ним вместе петь. И все время на подхватке. Дальше. Следующий этап такой. Мы на подхвате. Левый, например, рукой играем его пальчиком, отпускаем, снова берем, отпускаем. А правый играем то же самое вместе с ним. Ну, там на одной нотке, там все легко. Вот. И потом руку убираем, а вот это вот оставляем. Потом уже следующим этапом просим его просто играть вместе с нами. Мы играем и поем вместе. И только тогда, когда он сбился, мы уже подхватываем его ручку. И снова выправляем и снова убираем. То есть вот этот процент, когда мы играем его рукой, он все меньше и меньше у нас. Все сокращается и сокращается. Дальше. Следующий этап. Мы перестаем играть с ним, перестаем играть и дублировать мелодию, но продолжаем вместе с ним петь. И опять-таки, если он сбился, либо пальчиково подхватываем, либо сначала пытаемся вместе с ним поиграть, может быть, он подхватит, либо, значит, вот с пальчиком, да? Вот. Продолжаем вместе с ним петь. Следующим этапом мы уже начинаем с ним петь или начинаем с ним играть, но потом перестаем. И, как правило, он уже доигрывает до конца. Если не доигрывает, значит подхватываем. Последний этап, когда мы начинаем с ним петь, перестаем, и он уже играет до конца. Но это еще не все. После этого еще нужно понять, понимает ли он, где вступить. Потому что нередко эта проблема возникает из-за того, что ребенок просто не может вступить. Он смог поиграть, но он не может вступить, не знает ли. Не понимает, как это. И тогда мы начинаем тренировать только вступление. Причем мы можем его тренировать без игры. Вот включаем фонограмму, а потом просто начинаем петь. «Маленький котенок» и так далее. Вот. И вместе с ним, да. Потом уже не поем вместе с ним, а только показываем. Потом пытаемся, чтобы он сам. Но в «Маленьком котенке» там просто. Там у нас есть «Мяу», после которого ребенок начинает играть. Значит, надо другую пьеску выбрать. Может быть, прогулку, например. Тоже очень просто. И вот так вот мы отрабатываем. Знаете, были случаи сложные у меня, когда ребенка долго не получалось. Например, месяц мы входили в фонограмму в одну. При этом остальные пьесы мы играли без фонограммы. Как только одна начинает получаться, тут же берем вторую с фонограммы. Тоже очень простую. Например, прогулку. Вторая, как правило, уже проще. Третья еще проще, а дальше проблемы снимаются. От чего это вообще возникает? Во-первых, от нескоординированности слуха с игрой. У большинства детей она природная, эта скоординированность. То есть она есть и все. Нам ничего не нужно делать. Чуть-чуть подправить, и все получится. А у некоторых вытишек ее нет. Ее нужно найти, нащупать. А потом она уже работает. И дальше уже такой проблемы не будет. Продолжение следует...